Моузес Муриетта 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 но и в то же время техника борьбы тоже построена. На уровне от этого парня ждем очень многого, но Модис Муретто уже зарекомендовался самой лучшей стороной, поэтому это противостояние для нас, несмотря на то, что он пропадет в андеркарте, представляется одним из наиболее интригующих в этом турнире. Абсолютно точно. Модис Муретто, который пройдет в Блутвуфтнер. Этот пройдет 28 лет. Он весит 83.9 килограмм. Он стоит 187 см tall и имеет непрерывный рекорд. 5 победы и нет победы. Распределяем США, пожалуйста, Мозис Нуретто. И теперь мы поздравляем его противника в рейтинге. Этот бойцер 21 лет назад. Он веет в 83.9 килограмм. Он стоит 184 сантиметра. И также у нас не угрожает 2 победы и не угрожает. Руслан Шамилов. И реферием Микка Синканен. Мы смотрим, что уже третий рефери появился у нас. Это снова против Финляндии Микка Синканен. А, ну этого-то человека мы видели уже очень много раз на турнирах М1. Один из самых опытных рефери, хотя бы усудивших в бою М1. Итак, начинается этот поединок. Посмотрим. Ну что ж, оба базовые ударники. Мозес Муриетта, Соединенные Штаты Америки, против Руслана Шамилова, Россия. Четвертый бой. Банчеллендж 82. Да, также Мозес говорил, что собирается после этого еще на неделю остаться в Финляндии, посмотреть красоты этой северной страны. Другое дело, с каким настроением он будет здесь оставаться. Ну и без вещей-то как-то так будет, конечно. Ну, надеюсь, что вещи хотя бы... Кстати, дикарем поедет, видимо, в Финляндии. Ну, сейчас все мысли его здесь, в рейдже. Против него молодой, но жаждущий победы Руслан Шамилов. Муриетта, наверное, меньше понимает, что ему ожидать от этого оппонента, потому что, ну, его-то как бы поединок против Селицова весь интернет обошел, там такая кровавая сеча была. И у Руслана Шамилова, в принципе, была возможность изучить стиль своего оппонента. Да, Шамиловцы тоже показывал товар лицом, замечательные бои проводил, но по любителям они не записывались и видео в общем пользовании нету. Поэтому, да, в плане материалов для подготовки к бою, наверное, Шамилову было полегче для того, чтобы соперника своего изучить. Какая разведка боя у нас происходит. Более открытая стойка у Руслана Шамилова. И вот лоу-кик бьет Муриетта. Помним, и много он их нанес Андрею Селицову. Хороший фронт-кик. Шамилов начинает подбираться на ударную свою дистанцию для ударов ногами. Да, видимо, Шамилов совершенно не идет назад, не отдает ни пяди земли. И вот, вот уже идет в атаку, сокращает дистанцию, пытается комбинационно работать. Видно, изучили оба соперника все, что было друг на друга, все видеоматериалы. Хороший удар на встречу. Да, присел на одно колено, был потрясен. Еще проходит хорошая ударная комбинация. Еще одна, но Муриетта стоит. Стоит, но силу ударов Шамилова почувствовал он сейчас в полной мере. Понял он, что нельзя ни на секунду расслабляться, нужно постоянно двигаться. Если он будет застаиваться, этого ему Шамилов однозначно не простит. Ну, а Шамилов понял, можно работать с этим человеком, можно найти свою дистанцию, можно работать так, как он умеет, любит, так, как нравится зрителям. Да, можно расстреливать, показывать красивый бой. Вот, а Муриетта будет идти вперед вот этими вот, именно короткими серийными ударами, то, что он с Серицомом постоянно делал. Как сказать, бить в коридор будет. Не размашистый. Да, да, сближаться, возможно. Ну, я помню, конечно, клинч у него совершенно. Клинч, да, замечательный. Особенно, когда сопернику удается ему развернуть спиной к сетке и к канатам. Вот это хороший, хороший был джек, да. Сейчас пробивает он Шамилов. Прямо вложился он в этот джек, на скачке чуть его пробил. Хороший виден! Ой-ой-ой, какой нокаут, дорогие друзья! Да, Руслан Шамилов, вот он человек с пугающими скиллами и убийственным нокаутирующим ударом. Вот это да! Парень, партнер Майкла Биспинга, похоже, тут, да, сейчас попал в тяжелейшую просто ситуацию. Человек, который просто разносил пять соперников подряд, сейчас наткнулся на такого ударника, на такой удар. Да, мощнейший удар, навстречу, конечно. Аперкот и добивание, все, и жесточайший нокаут. Руслан Шамилов тут поздравляет вся его команда. Остается только поблагодарить Мику Синканина, что он вовремя остановил этот бой. Там всего один сбивающий удар прилетел, но, в принципе, он бы уже и не понял. Быстро, смотрите, встал, встал мульет, и он, конечно, в шоке. Он-то, да, не представлял себе, что вот может приехать тоже молодой пацан из России, который обладает такими вот ударными такой мощью. Потрясающий короткий бой, динамичный и, конечно, очень впечатляющий нокаут. Вот он, дорогие друзья, Псков показывает себя во всей красе. Уроженец великих лук, по-моему, Руслан Шамилов, Псковская федерация областная. Центр смешанного единоборства ММА. Да, вот великие луки мы видим, надпись у него на спине. Ну что ж, еще один прекрасный молодой проспект российский подписал контракт с Сэм Ван Глобал. Это Руслан Шамилов. И вот так вот он начинает свою карьеру. Начинает он ее с великолепной победы. Съездил в Финляндию и победил американского бойца, до того не с нашего поражения. Друг из партнера Майкла Биспинга он разложил просто на конвасе. Ну что ж, победа нокаутом Руслан Шамилов, Псковская федерация смешанных единоборств Великие Луки. Поздравляем его, поздравляем Аркадия Мурулева, главу федерации, поздравляем Андрея Ткаченко и его тренера. И слово победителю. Замечательный нокаут против этого момента непобежденного бойца. Надеялся ли ты, что все получится именно так, что именно так зрелищно ты сможешь победить уже в первом раунде? Ну я всегда выхожу на бой закончить бой досрочно, но мы готовились на три раунда. Но все же я надеялся его либо нокаутировать, либо засамбитить первых двух раундов. И так теперь у тебя профессиональный рекорд 3-0, ты непобежденный боец. Если кто-то, какой-то конкретный боец, с кем бы ты хотел встретиться? Кого поставим, с тем встретить, без разницы. Я готов для любого соревнования, кто-то поставил в передо мной, я готов для кого-то. Я уверен, что вы, господинцы и господинцы, вы победите, Руслан Шамилов! 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 Продолжение следует...